Проблема свалок вокруг мусорных контейнеров частично решится на текущей неделе. Сейчас закупили 8 контейнеров для крупногабаритных отходов. Через полтора месяца поступит вторая партия, а к концу года их должно стать 24. Затраты на первую партию контейнеров обошлись в 280 тысяч рублей за 8 штук. Покупка дорогостоящая, но она окупится опрятным видом около зон для сбора мусора во многих дворах города, говорит Николай Пелех. Из-за немаленькой стоимости тару для крупногабаритного мусора будут завозить в город поэтапно. Впереди еще ожидается две партии. Это первая партия поступила у нас, 8 контейнеров. Мы попытаемся закрыть в основном центр города. То есть, значит, а вывозить мы их будем по меру накопления. То есть тут будет у нас взаимодействие, наверное, с комитетом по городским хозяйствам, который будет отслеживать, заявочку нам дал. Мы приехали, забрали, отметили, что мы мусор увезли, увезли ее на размещение. Сейчас проблемных участков у контейнерных площадок достаточно. Планового вывоза мусора с улицы Фабричная, от общежития на Маяковского и в Дубнике и так далее явно недостаточно. Жители просят делать это намного чаще. Крупногабаритный мусор обычная машина забрать не может. Мне кажется, эти контейнеры, которые на следующей неделе появятся в местах массовых скоплений мусора, я думаю, мы посмотрим, сделаем выводы и вообще жители посмотрим, посмотрим, какие будут отзывы, хорошо ли, плохо. Контейнерные площадки города по необходимости оборудуют дополнительной тарой, где этого требуют обстоятельства. Восемь штук однозначно мало, но Николай Пелих отметил, через полтора месяца закупят еще восемь, а к концу года их должно стать двадцать четыре. Ранее контейнер для крупногабаритного мусора использовали только на улице Маяковского в районе девятого и одиннадцатого дома. Юлия Хлыстова, Никита Желтов, Новости ТВ Рассказыва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова